Слушайте, есть такой короткий стишок, джурмана. Не зря ли знанием бесполезным Свой дух древодный мы тревожим? Тех, кто заглядывает в свет, Она заглядывает в душу. Поняли? Нет, это шутка, конечно. Когда так, не зря ли знанием бесполезным Свой дух древодный мы тревожим? Тех, кто заглядывает в свет, Она заглядывает в душу. Тут смело. Совсем простые вещи. Такая известная шутка по поводу крови и лени. Надеюсь, что здесь нет никаких. Никто с ним сейчас не может. Может ли всемогущий Бог Создать камень, который он сам поднять на землю. Смотрите, как известно, он должен всемогущий. Это вот как в Алладине сейчас снова вышел, что типа Эрик пожелал, что Хакисая Хакисая не жил и его запечатывал. Кстати, вы знаете один из стандартных ответов, которые дают церковники на этот вопрос? Может ли всемогущий Бог создать камень, который сам поднять на землю? Ответ такой. Может. Не куча. Почему он это обязан? А, кстати, зачем он? Нет, на самом деле там есть много других ответов. Такой же. Надеюсь, совсем никого не огняет. Что произойдет? Если всесокрушающее пушечное ведро попадет в несокрушимую броню. Итак, у нас есть ведро, которое пробивает любую стену. Всесокрушающее пушечное ведро. И броня, которая выдерживает любой удар. Идея, вы поняли? Да что? Да, это внутреннее, как желание. Они не могут в одном мире. Между прочим, ребята, вся военная техника со времен, когда бегали с палкой, двух задумок, это на самом деле и есть вот эта штука. То есть военные придумывают какое-нибудь очередное оружие, потом придумывают, как его уничтожить, его отчетиться. Замечательно, придумали защиту. Потом придумывают оружие еще лучше, еще мощнее и так далее, и так далее, и так далее. Отлично? Ну, совсем классно. Представьте себе, что замечательно, симпатичный вопрос. Крит приехал человек. Все знают, что он приехал в Крит, но не рекомендуют в Грецию. И этот человек заявил, что все критяне, критяне, это жители, лжицы. Почему? Просто чего-то надо считать. Все тянет, все время, минут. Отлично. Да, отлично. Поняли, что это противоречие, да? Это фраза, которая противоречит сама себе. Так, что? Есть критяне в слове. Человек, про которого все знают, что он только что приплыл в Солженном Крит. Крит – это такой большой остров в Средиземном море. Греция – это такая страна. Солженном Крит, в Греции человек приплыл. Все об этом знают. И он громко, как только он сходит на берег, заорит. Все критяне, жители. Да. Это противоречие. Мы можем сказать, что это значит. Но он, чтобы не сказали, что это значит. Но противоречие. Вот, что это значит. И то, ребята, все проще. Все проще. Это тоже пример предложения, которое противоречит саму себе. Идея понятна? Да. Все, понятно. Молодцы. Да. Да ладно, ладно. А, да, да, Коля тут говорит. Он, конечно, может быть и был с Крита, но потом выяснится, что он какой-нибудь там, не знаю, француз или мултованин. Или еще кто-то. Так, конечно, тоже можно обидеть. А вот не только он. Про критянина можно было рассказать без всякой Греции, без всякого Крита. Следующий обыск называется парадокс лжица. Представьте себе, что кто-то громко, четко говорил. Я вот сейчас. Кто до сейчас? Лгу. Поняли, да? Я сейчас лгу. Получается, что если он сейчас врет, то получается, что он не врет. Но он же сказал, что врет. Так, хорошо. Пошлое. Греции. Продолжение следует...